Профессиональный охранник очень важной персоны должен уметь все. Метко стрелять, быстро бегать и хорошо выглядеть в элегантном костюме. В руках выпускников Герцкийской академии безопасности находятся жизни президентов, банкиров и знаменитостей всего мира. От Германии до Нигерии. Вы смотрите программу «Подфактум». Мы снова продолжаем говорить о телохранителях. Где тренируются лучшие в мире телохранители? Как оказалось, совсем рядом с Герцкийской академией безопасности. Сеня Цветлова наблюдала за тем, как под руководством израильских специалистов просто хорошие охранники превращаются в охранников супер-экстра-класса. Профессиональный телохранитель должен уметь все. Быстро бегать, светко стрелять, говорить на иностранных языках, а также прекрасно выглядеть в элегантном костюме, сопровождая своего высокопоставленного клиента на государственных приемах и светских раутах. Шарри из Нигерии, Александр из России и Клаус из Германии обладают этими качествами в совершенстве. В Израиль они приехали за тем неуловимым, что отличает хорошего охранника от профессионала высшего класса. Благодаря опыту, который накопил Израиль в борьбе с терроризмом, так как всем известно, что происходит в этой стране, действительно Израиль считается лучшей школой, лучшей страной, которая может преподать, которая борется против терроризма, которая преподает курсы, преподает, делится опытом. В кабинете Мирза Давида, генерального директора Герцелийской академии безопасности, висят фотографии его многочисленных учеников. Среди них силохранители Раиса Горбачёвы, Юрия Лужкова, руководство Мостбанка, а также лидеров африканских и латиноамериканских стран. Мы рассмотрели много, много нескольких февраля моментов на регионе, которые были в一定 спутке по проекту, и это была таряна. Они были здесь, мы были здесь. «Мелород, Ира.к, Иран.лיבия» и все мудрости к этому поводу. И они также жут по Ира.к, но они приходят в Ира.к, и Бен.к, и Ира.к, они приходят в Ира.к. В течение последних двух лет в Академии безопасности начали тренироваться американские морские фехотинцы, которым предстоит воевать на улицах Пасры, Багдада и Наджавса. Они проходят специальную подготовку на территории арабских деревень Израиля, изучая арабские традиции, разговорный язык и знакомость с местностью. Курс вид целохранителей в Герцли длится три недели и стоит 4,5 тысячи евро. Александр – сибиряк по происхождению, а ныне житель санкции, воевал в Багестане и в иностранном регионе. Сегодня он заканчивает трудный курс в Герцлине с тем, чтобы выйти на престижный рынок работы вип-охранником. Рынок сейчас большой, в настоящее время, я думаю, что это очень, к сожалению, перспективный рынок, чтобы найти работу. И то, что произошло сейчас в мире. А гиганта Шаде на курс в Герцлине направил его работодатель. Президент не верил. На этот раз все курсанты Академии – мужчины. Однако и у хрупких девушек есть шанс стать высококлассными целосновительницами, которые в любой момент готовы выхватить пистолет из кобуры и направить его до потенциального террориста и неубийца. Изящная Тамара Райх из Швейцарии прошла в курсе Герцлине, после чего работала в Европе, охраняя покой членов Саудовской королевской семьи. Сотрудники Академии, одетые в бело-голубую униформу, немлагословны. Все они служили в элитных частях, воевали и не раз находили выходки в безвыходных ситуациях. Сегодня они передают свое мастерство немцам, болгарам, нигерийцам и русским. Они уничтожают их мастерства, они уничтожают их элитных сил. Они святы, они святы, вы всегда жизнете вокруг, не взвыходете глазами, вы уничтожаете их, вы уничтожаете, вы уничтожаете их. Это очень важно, кто со мной позватит, кто способен быть хорошо, кто-то один которым этапа играет много, если он играет пару раз, несколько лет, это не хорошо. Кто-то со мной позитив và кто-то с��итет, кто-то сауит, что он хочет иметь все это, На смену этим выпускникам, скоро в Герцлии приедут новые телохранители, которые послушно будут выполнять приказы и команды федеральских офицеров спецназа, разведчиков и десантников. Шлюпуя уже наработанные ранее навыки. Постоянно отражая террористическую угрозу, Израиль невольно стал мировым лидером по подготовке специалистов борьбы с террором, охранников и телохранителей. Международный терроризм нередко называют чумой 21 века. В Герцлийской академии надеются, что каждый выпускник в случае необходимости сможет дать свой индивидуальный ответ террористам.